Добрый день! Это не обмануть на одно слово. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Именно так звучит поправка. Как Вы думаете, насколько важно именно в такой формулировке утвердить эту норму в главном законе нашей страны? Ну, если говорить про народы, проживающие в России, их у нас около 200 народов в Российской Федерации, в Хакасии свыше 100, 106 национальностей по переписи 2010 года. Что касается Конституции, принятия, то есть в основном законе страны закрепить вот такие фундаментальные, скажем так, положения, это, конечно, безусловно, очень важно. Основной принцип, по которому мы работаем, по которому мы живем, это единство в многообразии. То есть наше многообразие, когда оно будет, вот каждый народ будет чувствовать себя комфортно, защищенно, иметь возможность духовные потребности, языковые потребности реализовывать в полной мере, исходя из своего мировоззрения, традиций, воспитания. От этого будет комфортно чувствовать весь наш российский народ уже, естественно. Поэтому, конечно, это очень важная статья в Конституции. Работа по бережному сохранению культуры и истории всех более 100-106 национальностей, да, вы сказали, которые проживают в Хакасии, в нашей республике ведется очень активно. Может быть, мы с вами и расскажем о некоторых моментах, о некоторых аспектах, о некоторых направлениях, наиболее важных и актуальных сегодня. Несмотря на пандемию, мы все очень рассчитываем на то, что в скором времени мы из этого состояния выйдем и вернемся к нашей привычной жизни, и вернемся к нашим привычным национальным, может быть, праздникам. Это тоже одно из направлений, которое важно, которое интересно и нашим телезрителям, и многим жителям республики. Да, пандемия, конечно, она внесла большие коррективы в работу. Вот у нас буквально недавно прошел День России, наш любимый праздник, когда более 2000 человек в разных костюмах, жителей Хакасии, гостей Хакасии, мы парадом дружбы проходили, концерты. К сожалению, год у нас нынче другой, но тем не менее, каждый народ имеет право на самоопределение. В республике у нас законодательная база достаточно хорошая заложена, еще закон у нас есть о языках республики Хакасии, народов, проживающих в республике Хакасии. У нас два государственных языка, русский, хакасский, и гарантируется право всех народов, которые проживают в республике, на свободное общение на своем языке. Формы, скажем так, самоорганизации, это у нас диаспора, общественная организация, этническая направленность, их у нас выше 40. Коренные малочисленные народы, это шорцы, единственный народ у нас в республике, количество обществ у нас растет, уже их 15. То есть и каждое общество, оно сохраняет и язык, и культуру, традиции, костюмы, то есть в этом вот есть красота. И вот у нас мероприятий, свыше 100 мероприятий также в год у нас проводятся. Вот мы в Российской Федерации, в Федеральном агентстве по делам национальности, ежегодно проходим конкурс по финансовому отбору субъектов Российской Федерации. Вот в 2020 году, в нынешнем, мы седьмой регион в стране по уровню получения средств. И благодаря этим федеральным деньгам и, безусловно, республиканским деньгам, нам удается поддерживать те направления, которые есть. Например, Алтанай. Они много просветительских лекций проводили в преддверии празднования 75-летия Великой Отечественной войны. Ветеранам оказывали помощь, пропагандировали, рассказывали традиции, связанные с богиней Май, женский, скажем так, наш образ. Также в Совету Старейшин мероприятия под человек года должны были на Челпазе провести, потом Тун-Пе-Арам, но вот у нас вот пандемия никак не отпускает, и, к сожалению, никак не получается нам, мы готовы провести эти мероприятия. Наврос, вот он тоже стал уже частью наших праздников, таких повседневностью, вот, тоже его он был отменен. Внеслись коррективы в плане нашей работы, это поддержка мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ну, понятно, что они приехали в Хакасию, приехали заработать, если прямо говорить. Не все остались с работой в период вот этих ограничений. И оказались в такой ситуации безвыходные. Да, выехать нельзя, работать нельзя, родственников, если друзей нету. И вот мы, по согласованию с федеральным агентством, направили средства, в том числе на материальную поддержку в виде продуктовых наборов для мигрантов через руководителей обществ, этнической направленности. Глава республики нам дал такое поручение, мы его, скажем, выполнили. Вот, это особенности этого года. Это особенности этого года, графика этих мероприятий. Да, в том числе, да. Многие мероприятия у нас по Святой Пасхе, Дни славянской культуры, в рамках Дни тюркской письменности у нас «Мой родной язык», Совет старейшин мероприятия, «Родной язык душа народа», там, «Дома литераторов». То есть, разные-разные формы онлайн-участия. Тут также это становится... Вы тоже ушли в интернет, да? Да, мы тоже ушли. Вот на День России уже смарт-моб такие, скажем, необычные слова в нашей повседневности появились. Наружная реклама, вот по «Народов много, страна одна» и так далее. То есть, мы ежегодно различные рисунки детские, конкурсы, они, в принципе, тоже делаются онлайн, скажем так, ролики, наружная реклама. То есть, работа... То есть, мы приспосабливаемся к сложившимся внешним условиям. Скажите, пожалуйста, вот в Хакасии, я знаю, что проходит ежегодный конкурс на предоставление грантов в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений. Ну, у нас вот в стране президент поддерживает хорошо волонтерское движение. Но мы видим, что оно развивается. И в период пандемии очень много волонтеров у нас работают, добровольную помощь оказывают медикам, жителям, ну и вот обществу. Люди приносят пользу по зову души, по возможностям своим. Вот. ТОСы — это примерно то же самое. Но ТОСы, они территориальные общественные... На самом деле, да. Да, ТОСы, территориальные общественные самоуправления, они больше призваны помогать органам местного самоуправления и, в первую очередь, себе. То есть более комфортно делать окружающие вокруг себя, в действительность более комфортной. То есть это благоустройство, это клумбы, это вот какие-то кружки, какие-то площадочки, занятия с детьми. То есть вот и ТОСы... Небольшие праздники территориальные. Небольшие праздники, да. ТОСы, вот они у нас очень молодцы. Их больше двухсот у нас в городах и районах республики. Вот один миллион, то есть десять ТОСов в этом году могут получить по сто тысяч рублей. Почему мы стимулируем создание юридических лиц ТОСов? Потому что они в дальнейшем имеют право участвовать в президентских грантах. Фонд президентских грантов колоссально большой, там свыше 10 миллиардов рублей. И ежегодно от 15 до 20 миллионов рублей наши общественные организации привлекают, выигрывают, пишут проекты, выигрывают и в республике реализуются различные проекты. Уже вот и количество конкурсов, президентских грантов увеличилось. Они проводились два раза в год, сейчас три раза в год. По итогам двух, скажем так, отборов у нас уже порядка 15 миллионов в республику поступит средств на реализацию этих проектов. Проекты, какие были прошлых лет, они связаны были со спортом. То есть у нас в Таштыбском районе мы спортинвентарь ТОСовцы приобрели. ТОС инициатива в Таштыбе, они много лет работают, очень активные, тесно взаимодействуют с властью и с жителями. Мы как-то даже посещали, видели, что зал был полон молодежи, детей и взрослых. То есть действительно там очень хорошо идет, жизнь кипела. И они объединяют. Да, да. В Курлугаши ТОС они уличные сделали, спортивные тренажеры. То есть оздоровление тоже очень важно. Также в Подсинем ТОС они памятник репрессировал, насколько я помню, и в Белом Яре. То есть они репрессированы и мемориал обновили. То есть там уже память, конечно, там уже патриотические такие направления. То есть каждый ТОС выбирает свою какую-то интересную вещь. Что для них сейчас наиболее важно. И у нас буквально вот на последнем заседании правительства глава подписала распределение денежных средств 10 миллионов. Это поселение, конкурс, лучший проект муниципального образования. То есть наши главы поселений, абсолютное большинство глав также пишет проекты. То есть главы, их команда умеют писать проекты, защищают эти проекты, получают денежные средства. И здесь тоже у нас основная цель – это обмен опытом между поселениями. Их у нас свыше 83 поселений в республике. То есть интересные идеи. Вот этот конкурс позволяет банк данных создавать интересных идей, полезных идей для жителей. И когда главы муниципальных образований сами понимают, умеют писать проекты, они, конечно же, лучше поддерживают наше гражданское общество, наши НКО, общественные организации с их проектами. То есть где-то гарантийные письма, где-то ходатайство, где-то софинансирование. То есть все вот эти конкурсы, проекты, они взаимоувязаны. И в целом направлены действительно на улучшение жизни. Да, да, в нашей республике. И очень приятно, что движение такое идет. Это ТОСовское движение, движение главпоселений, районы их поддерживают. И буквально со следующей недели мы также еще объявим наш республиканский конкурс, гранты, тоже 1 миллион рублей, на проекты, направленные на укрепление дружбы, взаимопонимания среди жителей республики. Очень интересная информация. А Михаил Анатольевич, знаете, мне еще понравилось, что вы провели параллель между общественниками и волонтерами, ТОСовцами, как мы их принято называть в народе, да, ТОСовцы, просто вот если вот так совсем говорить. И знаете, я вспомнила, что в Конституции мы тоже будем голосовать за поправку, которая касается непосредственно вот работы общественников, работы волонтеров. И хочу таким вопросом завершить сегодня нашу программу, вернуться вот как раз к первому вопросу Конституции. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот важно ли нам с вами, вам, мне, жителям республики Хакасия пойти и 1 июля поддержать вот те поправки, которые касаются и тех людей, которые на общественных началах помогают другим, которые болеют за какие-то общественные проекты, да, за тех людей, которые стараются сохранить историю своего народа, культуру, которые, несмотря на какие-то сложности бытовые, которых очень много в нашей жизни, не перестают переживать именно вот за все эти направления. Ну, на выборы вообще, вот всегда нужно ходить, на любые выборы, потому что тем самым мы выражаем свое мнение. Чем больше людей приходят на то или иное голосование, даже по выбору мест благоустройства, там, мы же живем в демократическом обществе, где большинство определяет направление развития. И чем больше нас придет, тем легитимнее, тем увереннее можно говорить о том, что правильное направление идет. Если где-то голосуется за, против, еще, это воля каждого человека, он вправе ее озвучивать. И на основе этих голосований принимаются, ну, решения. Вот, в части Конституции, конечно, она, это базовый закон, я читал проект Конституции, вносимые изменения, знаю законодательство Республики, в частности, даже тот закон, который о языках народов, нам не придется его менять, приводить в соответствии с Конституцией, потому что, в принципе, она, наоборот, еще больше расширяет гарантии для сохранения языкового многообразия народов, проживающих в стране. И в части закрепления вот волонтеров, исторической памяти, то есть в Конституции очень много таких базовых хороших моментов, которые всей душой я принимаю. А в части государственного устройства, там еще каких-то властных органов, еще это выбор каждого, то есть это решение каждого человека, поэтому здесь главное прийти, главное проголосовать. Ну, государевы люди, это депутаты Государственной Думы, Совет Федерации, политические партии, различные эксперты федерального уровня, в принципе, уже колоссальную работу провели, решения такие, законопроекты очень выверены, поэтому я считаю, что нам, для каждого из нас, это будет большая польза. Спасибо вам большое, Михаил Анатольевич, спасибо еще и за то, что сегодня уделили время в своем рабочем графике, пришли к нам в студию, рассказали такую интересную, ну и важную для наших телезрителей информацию. Всего доброго. Спасибо, до новых встреч. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели программу «Вопрос дня», увидимся на канале РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова